Виктурова 71. Вот такие потолки. Потому что крыша бежит, дождь пройдёт от силы на минут 20. И потом на неделю. Неделю в квартире дождь. Вот так уже 6 лет мучаются жители Павлодарской пятиэтажки. Люди рассказывают, во время дождя квартиры и подъезды заливает. Ещё одна проблема – изношенные инженерные коммуникации. В доме нет горячей воды. Её отключили, потому что трубы прогнили. Если не заменить, зимой могут остаться без отопления. Трубу порвёт, дом разморозит. Кто за это нести ответственность будет? Никто. Скажут, ну, жильцы сами не шевелились. А жильцы два года как раз-таки шевелятся. Собирают подписи, подают это всё, оформляют. В доме 165 квартир. Собрать деньги на капитальный ремонт кровли и сетей за раз нереально. Сумма слишком большая. Поэтому два года назад жители большинством голосов решили провести модернизацию. Подали заявку. Проект получил одобрение. Однако работы нет. Документы были сданы ещё весной. Горкомхоз модернизации. И на сегодняшний день, ну, вот уже середина лета, уже вторая половина лета. Август месяц у нас дождливый. Мы переживаем, что жильцы не дождутся этой модернизации в этом году. Там сумма очень хорошая вышла. То есть большая сумма. Но, тем не менее, жильцы согласны на эту сумму. Лишь бы отремонтировали. Ну, вот ремонт не начинается. Документация в порядке. Финансирование 56 миллионов тенге есть. Тормозит проведение модернизации судебная тяжба. Организация, которая проводила экспертизу проектно-сметной документации на ремонт, требует признать договор действительным. Его аннулировали после аудиторской проверки. Был расторгнут договор с экспертной организацией ввиду того, что были допущены нарушения при проведении государственных закупок. Поэтому сейчас экспертная организация подала иск в суд о признании расторжения договора недействительным и признать действительным действующий договор. Чтобы начать модернизацию на Бектурово-71, оператор программы ждёт решения суда. Следующее слушание назначено на 6 августа. Александра Петрова, Дмитрий Моисеенко, телекомпания Ирбис.